Здравствуйте, ребята! Предмет Всемирной Истории 11 класс, 3 четверть. Раздел Научно-технический прогресс. Тема урока – исторические этапы научно-технического прогресса. На этом уроке вы научитесь использовать понятие промышленная революция, научно-техническая революция для анализа социально-экономического развития. Выявлять особенности промышленной революции в разных странах, определяя сходство и различия. Оценивать значение научно-технической революции в развитии современной цивилизации. Научно-технический прогресс – это процесс взаимосвязанного прогрессивного развития науки и техники, обусловленный нуждами материального производства, ростом и усложнением потребностей общества. Ускоренные темпы технического прогресса требуют непрерывного совершенствования объектов производства или даже замены выпускаемой продукции. В результате возникает техническое противоречие НТП между сроком службы и сроком окупаемости объекта производства. Рассмотрим этапы прогресса в XX веке. В период Второй мировой войны появляется радиолокация. Были сконструированы реактивные самолеты и ракеты, появились новые виды пластмасс, открыты лекарственные средства, антибиотики и появляются первые электронно-вычислительные машины. С середины 1950-х годов этот процесс ознаменован появлением реактивных самолетов – советский Ту-104, французская «Каравелла», американский «Боинг-707», а также осуществлен запуск первого в мире спутника. Это случилось в Советском Союзе в 1957 году. В 1953 году английскими учеными Уилкинсом, Криком и Уотсоном была расшифрована молекула ДНК. Произошло открытие супермутагенов. В общественных науках произошло распространение идей экзистенциализма, у основ которого стояли Хайдеггер, Ясперс, Сартер. В 1960-е годы появляются атомные электростанции, радары, лазеры, компьютер, космические станции, прорыв века 12 апреля 1961 года, полет первого человека в космос. Это был Юрий Алексеевич Гагарин. В 1965 году со стороны Советского Союза произведен выход человека в открытый космос. Полет человека на Луну. США, 1969 год. И в этом же году появился интернет. В сфере общественных наук господствовала концепция бесконфликтности общества, так называемая теория индустриального общества, и его перерастание в постиндустриальное. Распространяются идеи прикладной экономики. 1970-е и 80-е годы – это следующая стадия научно-технического прогресса, которая носит название информационная. Эти годы были ознаменованы развитием электроники и компьютеризации. Появились новые типы радиоаппаратуры или телевизоров. Грандиозный прорыв появления науки кибернетики, у основ которой стоял ученый по фамилии Виннер. Создание мини-процессора Intel в 1971 году. В 1976 году был изобретен компьютер. В Японии создаются города будущего – технополисы. К середине 1980-х годов к интернету подключились общественные и коммерческие организации. Характерными чертами научно-технической революции являются универсальность, всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, повышение требований к уровню квалификации трудовых ресурсов, военно-технический характер изобретений. Научно-техническая революция включает в себя такие составные части, как науку, технику и технологии, производство и управление. В XX веке определяются два пути развития техники и технологии. Это эволюционный, предполагающий дальнейшее совершенствование техники и технологии, и революционный, предполагающий переход к принципиально новой технике и технологии. Предлагаю более подробно изучить процесс создания и развития ЭВМ как важной составляющей научно-технического прогресса. В конце XIX века Герман Холлерит в Америке изобрел счетно-перфорационные машины. В них использовались перфокарты для хранения числовой информации. На этих машинах удавалось решать многие типовые задачи статистической обработки, бухгалтерского учета и другие задачи. Затем он основал фирму по выпуску счетно-перфорационных машин, которая затем была преобразована в фирму IBM, ныне самого известного в мире произведителя компьютера. К 30-м годам XX века получила большое развитие релейная автоматика, которая позволяла кодировать информацию в двоичном виде. Первая ЭВМ – универсальная машина на электронных лампах. Она была построена в США в 1945 году. Эта машина называлась ЭНИАК. Скорость счета такой машины превосходила скорость релейных машин того времени в тысячу раз. Основные идеи, по которым долгие годы развивалась вычислительная техника, были разработаны крупнейшим американским антигматиком Джоном фон Нейманом. В 1946 году в журнале Nature вышла статья Джона фон Неймана и Голдстейна «Предварительное рассмотрение логистической конструкции электронного вычислительного устройства». В этой статье были изложены принципы устройства и работы ЭВМ. Главный из них – принцип, хранимая в памяти программы, согласно которому данные и программа помещаются в общую память машины. Принципиальное описание устройства и работы компьютера принято называть архитектурой ЭВМ. В 1949 году была построена первая ЭВМ с архитектурой Неймана – английская машина ЭДСАК. Годом позже появляется американская ЭВМ ЭДВАК. Названные машины существовали в единственных экземплярах. Серийное производство ЭВМ началось в развитых странах мира в 1950-х годах. В Советском Союзе первая ЭВМ была создана в 1951 году. Называлась она МЭСМ – малая электронная счетная машина. Конструктором был Сергей Алексеевич Лебедев. Под руководством Лебедева в 1950-х годах были построены серийные ламповые ЭВМ – БЭСМ-1, БЭСМ-2 и М-20. В то время эти машины были одними из лучших в мире. Выдающимся достижением того периода была машина БЭСМ-6. Это первая советская и одна из первых в мире ЭВМ с быстродействием 1 миллион операций в секунду. Последующие идеи и разработки Лебедева способствовали созданию более совершенных машин следующих поколений. Задание для самостоятельной работы. Подумайте, в чем проявились общие черты промышленных революций. Запишите свое размышление в тетрадь, руководствуясь следующими критериями. Дайте определение промышленной революции. В какой период и в каких государствах она проходила? Какие изменения произошли в этих государствах? Пределите общие черты в развитии промышленности данных государств. Выполнив данное задание, вы сможете охарактеризовать понятие промышленная революция, выделить территории и временные рамки промышленной революции, узнаете результаты промышленной революции в странах Европы и Америки, а также сможете определить схожие черты в развитии промышленности данных стран и сформулировать самостоятельный вывод. Контроль знаний. Закончите предложение. Научно-технический прогресс – это какие формы развития технического прогресса существуют? Техническим противоречием НТП является… Проверим ваши ответы. Научно-технический прогресс – это процесс взаимосвязанного прогрессивного развития науки и техники, обусловленный нуждами материального производства, ростом и усложнением потребностей общества. Технический прогресс развивается в двух формах – эволюционной и революционной. Техническим противоречием НТП является противоречие между сроком службы и сроком окупаемости объекта производства. Ответим на тестовые вопросы. Какие научные открытия относятся к периоду Второй мировой войны? Антибиотики, появление первых танков, применение химического оружия, новые пластмассы, радиолокация, появление интернета. Какие достижения науки относятся к периоду 1970-80-х годов? Появление радаров, появление кибернетики, расшифрована молекула ДНК, появление реактивных самолетов, создание мини-процессора Intel, появление технополисов. Проверим ответы. Какие научные открытия относятся к периоду Второй мировой войны? К этому периоду относятся открытие антибиотиков, появление новых пластмасс и радиолокация. Какие достижения науки относятся к периоду 1970-80-х годов? К ним относятся появление кибернетики, создание мини-процессора Intel и появление технополисов. Ребята, обратите внимание на цели урока. Оцените свой уровень достижения целей урока и определите потребность в дополнительной информации и заданиях. Для просмотра дополнительных ресурсов по теме урока необходимо пройти по указанной в презентации ссылке. Урок окончен. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова